то спасение придет с другой стороны, а ты и дом отца твоего погибнете. То есть он не сомневался, что спасение придет, не важно как, он не знал откуда. Но спасение придет. Почему? Потому что надо знать пророческие книги, да? 70 лет там всего, а дальше все будет по-другому. И Господь возвратил свой народ в землю Микамана. Это не конец, это концом не может быть. И так и случилось. В результате, смотрите, в результате, Мардахей становится вторым вместо Амана, да, правителем. Он получает такое уважение от людей, и что самое главное, все противники были уничтожены, народа Божьего. А все остальные заискивали перед каждым евреем, понимая, что за ним стоит Мардахей Великий. Народ получил такое благословение. Мы прочитаем. Из Филипп 10 глава 2-й, 30 стих. Впрочем, все дела силы его и могущества его и обстоятельные показания величия Мардахея, которым возвеличил его царь в записанной книге деяния записи царей медийских и персидских. Равно как и то, что Мардахей и иудеянин был вторым преценентом Актерса и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо он искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Вот так написано о нем. Но вначале можно было сказать, что это враг народу Божьего, потому что из-за своих амбиций, что называется, чуть не подставил весь народ под истребление. Понимаете, вот суждение человека, оно сегодня такое, завтра по-другому, но тот, кто уповает на Бога, у которого нет ни изменений, ни тем, ни перемен, у него всегда есть понимание, что делать и как быть. И поэтому, даже когда приходят скорби, мы понимаем, что любящим Господа, призванным по его изволению, все содействует как глава. Эти скорби тоже. И там написано даже почему. А скорби приходят, там, опытность, там, надежда, надежда не постажает. И это все не случайно, это для твоей моей пользы. Но только будь верен Богу. Заключение. Римлянам, 12 глава, 1-2 стих. Итак, умоляю вас, братья мои, сестры мои, умоляю вас. Милосердием Божьим, представьте тела ваши, жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашим. И не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Да, благословит Господь вас. Давайте помолимся. Господь, я благодарю Тебя, что Ты есть у нас, что Ты есть у народа Твоего. Я благодарю Тебя, Боже, что Ты дал нам, таким же людям, как и все другие, но Ты дал нам привилегию называться и быть Твоими детьми. Ты открываешь нам Твое Слово, Ты даешь нам Твои повеления, Ты дал нам эту способность видеть Тебя впереди идущего, видеть Твои следы, понимать, что есть воля Твоя и исполнять эту волю. Понимая, что мы в каждый момент, когда мы исполняем Твою волю, мы праведны в Твоих очагах и поступаем абсолютно верно, независимо от мнения людей. Господь, дай нам всегда такую веру и такое упование, Боже, чтобы ни на человека, ни на мнение людей, ни на мнение правителей мы опирались на Тебя, живого Бога, всемогущего, говорящего, отвечающего и защищающего, помогающего, слава, любящего. Да будет имя Твое благословенное, имя нашего Господа и Бога, Спасителя нашего, во веки и веки. Аминь. Будьте благословенны.